да ребятули всем привет сегодня моя посылка у меня новые обновки по силиконовым приманкам для сезона 2018 и с ними хотел бы с вами поделиться вот приехала теога 2 и 9 дюйма светонакопительная давно хотел приобрести себе эту приманку в основном не попадал на нее на это нашел и приобрел себе сразу двух размерах 2 и 9 и 2 и 4 дюйма прелесть потому что когда сезон они у нас почему-то исчезают остаются любые цвета кроме этих белых светонакопительных многие рыбаки спиннингисты знают что бывают такие моменты что ловится именно на этот цвет светонакопительный эту приманку и часто она выручает так отодвинем достаем посылочка приехал только раскрываю так хох импакт 3 дюйма и течь тоже очень хорошая приманка универсальная и по окуню и по судачку но почему-то судак на нее ловится маленький чаще всего попадается на нее хороший окунь она в таком цвете этот цвет 0 3 и в таком цвете 206 кола цвет очень хорошие по моему это и новинка этого года вот будем надеяться что приманка принципе хорошая она у меня была в другом цвете в зеленом с блестками летом показывал себя очень хорошо по ловлю окунь будем надеяться что вы видите цвета будут рабочие так еще свинх и пакт 4 дюйма цвет 406 кастинг чойс ребят что маска по поводу этой приманки по поводу этого цвета это скажем так своего рода палочка выручалочка по судаку в любое время года и летом и весной и осенью поздно осенью но у меня есть такая приманка 3 с половиной дюйма но решил еще взять себе 4 дюйма силикон обалденный окунь на него не реагирует почему-то а судак вот просто он от него без ума именно в этом цвете синх импакт 4 дюйма цвет 406 это то что приобрел я себе но на ловил ее на три с половиной дюйма вот 406 цвет кастинг чойс и тоже синх импакт 3 с половиной дюйма но это в таком вот цвете но ближе к натуральному цвет номер 418 думаю что по весне хорошо себя проявит так еще приманка это бас ассасин вот это я забрал в магазине последний именно таком зеленом цвете с красным хвостиком и здесь в пакете ребята мне положили еще на пробу света накопительный силикон тоже это фирма бас ассасин почему я взял ну и ребята посоветовали плюс я видел еще видео у братьев щербаковых весенняя ловля судака и там щербакова очень хорошо ловили именно на светонакопительный силиконов бас ассасин еще бас ассасина в таком цвете тоже думаю что будет хорошо работать ну я еще не ловил на него но думаю что силикон хороший фирма известная отзывы положительные в интернете в ю тубе еще бас ассасин в таком вот свете это красный хвостик перламутр я думаю что по судаку это будет огонь так и давно хотел себе приобрести еще силикон фирмы бэйт бриз по окуню вот он вот такому цвете какой-то рачок вот если хорошо присмотреться тут есть глазки в нем усики тут клешни ну смотрел по отзывам в интернете показывает себя с лучшей стороны именно по ловлю окуня там были разные цвета но я захотел такой для ассортимента скажем так и приобрел еще себе лаки джон баллист 33 дюйма хотел 2 9 дюйма но не было вот в таком цвете почему такой цвет но напоминает пиявку вот на него хорошо реагирует судак у меня есть видео на канале где я рассказываю приманки фирме fish and roll history в таком цвете черный с блестками то я думаю что и вот этот баллист хорошо себя покажет тоже по ловле и судака и щучки и окуня ну покупал его для ловли судака в основном ну посмотрим что будет больше и на него клевать то и будем ловить так и взял себе еще скажем так вдогонку тоже лаки джон теого 2 и 9 дюйма вот в таком вот цвете в таком цвете я ловил на баллист два с половиной дюйма окунь его просто разрывал летом но это тоже взял по судаку попробуй 2 и 9 дюйма тела ну вот ребят мои обновки новый для ловли судака окуня я хотел самим поделиться если кого то есть какие-то пожелания пожалуйста пишите в комментариях хотелось бы услышать по поводу света накопительного силикона если кто-то ловил напишите в комментариях свои отзывы об этом силиконе как он себя проявил в какое время года и какая попадалась на него рыба с удовольствием выслушаю отвечу будем общаться всем спасибо пока до новых встреч не хвостами чешуи подписывайтесь на мой канал